Друзья, всем привет! Посмотрите, какая куча снежная нависла над выгулом птицы. Я сегодня их выпускала на улице, но гляжу, они не сильно хотят гулять в такую погоду. Там они сидят дома. Наверное, не видно. Так что дома сидят. И я думаю, что вот эту штуку, которая вот провисла, она почти уже с мой рост, надо как-то аккуратненько стряхнуть. А еще мне что-то не очень нравится, что вот этот вот загон мы закрываем вот такой вот пластмасской. И мне что-то не очень это нравится. Хочется сделать что-то немножечко другое. Посмотрите, как неудобно. Вот тут вот въехала. Я сегодня утром еле открыла. Видимо, из-за того, что в сарайчике тепло, а на улице уже прохладно. Посмотрите, у меня скоро тут уже доломается. Если я так буду делать, я нашла дощечку, но я боюсь, дощечкой мне никак не помочь закрыть вот эту вот дырочку, потому что тут он немножко разошлось. Даже не знаю, что бы придумать-то. Это, конечно, так не дело закрывать. Но уже лезо расперло, поэтому надо что-то придумывать будет. Смотрите, у нас какая красотища снежная. Но это же вообще такая красота. И снег-то не тает. Вот, смотрите. Красота, красота. Очень красота. Красивая. Был комментарий по поводу, зачем вы спилили березки. Сейчас объясню. Мне хочется по краю посадить сирень, ира или пирус. По-другому его еще называют ирга. Хочу, чтобы вот были кусты. Березка вырастет. Вырастет будет вот такой вот огромный. Ее уже тяжело будет убрать. Ветра здесь сильные. Здесь у нас батут стоял. Батут унесло. Вот туда вот далеко унесло. Мы с Сашей его разбирали. Поэтому вот так вот. Не очень хочется больших деревьев. А хочется именно кустарники, чтобы пышные были. Вот это, например, черноплодная рябина. Посмотрите, как она хорошо разрослась. Вот сирень будет наподобие вот так. Ой. И вообще здорово. Такие кадры красивые. Так, ну а мне надо вот это вот как-то убрать штуковину. Пока она всю сетку не сломала. Отошла я подальше немного. Ага. Фиг она еще. Скорее палка сломается. Пока этот снег весь вытрясется. Да нет, пошло дело. Так эта тяжесть какая. Обалдеть. Ой, как в детстве ребячеством занимаюсь. Вот нападало сколько снега. А вот такая и я счастливая. Сейчас остатки дотрясу. Ну вот, друзья, другое дело. Кстати, окно выдрало эту пленочку. Выдрало тоже ветром. А получилось вот у меня как. Вот все хорошо. Все счистила. Все замечательно. Теперь пойду курочек кормить. А батут, друзья, у нас улетел вот сюда вот. К будке. Это же вообще повис на заборе. Мы его с Сашей еле как сняли. Разобрали. Единственное, что только мы не смогли вот это кольцо разобрать. Мы его положили сюда, чтобы оно не улетело. И муж приедет и обязательно должен это убрать. Потому что все остальное мы уже убрали сами. Ну а вот эта постройка, она непригодна для зимовки. Поэтому птица там не зимует. Ой, я даже не знаю, как это показать. Конструктор мы оказались не очень хорошие. Вот так вот была неправильно построена постройка. Вот это даже поры, вот эти вот балки муж ставил. Но все равно здесь все у них было сыро. Хоть и была постелена доска. Но в конечном итоге прям вот здесь вот все даже тоже текло. И, соответственно, птица в таком помещении находиться тем более зимой. Это неприемлемо. Они вон там. Вон. Видно? Вон там они, мои хорошие. У них там светло. А в сарае, видите, как темно уже. Даже ураганом вот с этой вот крыши, с новой постройки, вон туда вон кусок, два куска металла. Ну сейчас уже, конечно, не видно. Два куска металла вон туда вон снесло. Не знаю, как Рома будет доставать, когда приедет. Я, конечно, не знаю. Вон стекла, кстати, заморозились немножечко. Вот уже что-то скользковато становится. И что-то как-то и прохладненько. Сколько интересных градусов. Включили срым свет. Сейчас посмотрим, сколько градусов. Кстати, хотела сказать. Мы ключницу, которую нам подарили, повесили вот сюда вот. И мне очень захотелось подкову на дверку повесить. Я попросила, и Роман мне повесил сюда. В градусах три холода. Вот охрана никого не пропустит, а? Пошли курточку кормить. Чтоб теплее было, мы входную дверь укутываем одеялком. Сверху, вот здесь вот, и снизу тоже одеялко положено. Да, 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 да. Он уже очень сильно хочет в сарайчик покормить курочек. Вон туда, вон, вот туда. Да? Сейчас пойдем. Вот, корм у нас здесь стоит. У нас здесь вот как раз здесь батут мы с Сашей убрали. Так скажем, экстренно разобрали его. Вот. Вот, пилу приготовила с аккумулятором, но сейчас аккумулятор домой отнесу, а то разрядится. Не знаю, померить надо, завтра, наверное, уже схожу, померить надо, какого размера. Может, и так, конечно, влезет, там вроде большая. Ну, сейчас пойдем, это, Рэй, сейчас пойдем. Вот, он уже хочет в сарайчик. Да нет, мы не гулять пойдем, а мы в сарайчик пойдем, понимаешь? Мы гулять не пойдем, мы в сарай пойдем. Курочек кормить. Да, курочек кормить. Пойдем курочек кормить. Рэй, курочек кормить. Да. сарайчик без фонарика делать нечего вот такой он очень нравится я насыпаю одно вот такое 500 граммовая ведерко комбикорма и еще такое же ведро пшенички и наносит им чё там зеркале кто там рай в зеркале то ты да все он чувствует прям все иду иду рома уехал колонки снял до колонки папа снял все идем великом и соли туда он загнали пусть там стоит да все идем идем и нам надо дойти вон до туда где рейка там стоит вон там находится корочки мне рома сделал перилки чтобы мне удобно было спускаться с одной стороны с другой стороны перилочки вот по такой лесенке я спускаюсь вот тихонечко потому что она немножко крутая вот так спускаюсь подготовила уже видно шлюндит шлюндит они уже свой курятник растоптали вот эту дырочку пытался закрыть здесь неудобно с этой страны закрывать ее здесь у них светло здесь у них два окна я еще приобрела папа так под не побел кажется в общем бельби побелить хочу еще вот здесь наверное еще нужны соломы потом роман приедет сделает либо опилки вот это самая хорошая стайка которая в целости и сохранности вон в то окошечко я глядела вот там сарайка ну видно что она такая вот а вот клеточка выкул не видно в общем вот так вот да очень было конечно смешно согласна как они сюда первый раз заходили это было да 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 смешно смешно я просила их зайти вот и вы поглядите-ка а ну-ка я сейчас перестану тебя туда с собой брать ты чего выйти хотел я тебе выйду сейчас отсюда-то кошки выходят на улицу он чуть у меня не вылез троглодит такое вот сарайчик очень большой здесь много очень отделение отсеков очень мне нравится прям но рабочая только вот одна секция до рэй ты без безобразник теперь придется что-то делать еще здесь как он тогда не улез так пошел бы по городу гулять я придумала вот еще что песок перемешала с мелкой ракушкой посадила сюда пшеницу в такие вот тарелочки они у меня вырастут и я снесу эти лоточки прям курочкам ну а чё хорошо песок есть ракушка есть и пшеничку пусть покушают когда подрастет как раз вот считаете в такую погоду хорошо будет им травы нету но зато будет выращенная трава на подоконнике быстро все вырастет а еще я разорилась и купила себе горшочек за 179 рублей единственно что у него там не было дырочек пришлось проковыривать оля попросила чтобы она на своем мини принтере который она купила на день рождения вот такой вот распечатала мне такую наклейку и посадила сюда на цветочек если присмотреться то здесь я тоже сверху посыпала песок плюс ракушка пусть будет полезные свойства у него этого цветочка он уже проснулся новый листочек лезет и 2 новый листочек было три луковки одну луковки я с ветки домоседки отправила цветочки домоседки мне больше нравится так ее называть вот пусть растет и радуется ну и нас порадует скоро цвет коррекция какая-то странная цветочек зеленого цвета красивого на видео он какой-то бирюзовый бар вот такой вот он зелененький красивенький по вечерам в основном я алмазную мозаику собираю это икона матронушка половины я еще не до собирала очень кропотливо но это удовольствие такое растягивается она мне очень нравится вот нарисовала я картину по номерам собачку буквально за семь дней вот эти стразики это оказалось очень большая кропотливая сложная работа она мне такое удовольствие доставляет что я сижу вечером и клею и так расслабляюсь одну приклеил одну приклеил но это в общем такое удовольствие но очень долго да я конечно думаю что она побыстрее соберется но нет она долговато собирается но ничего страшного куда нам торопиться правда вечера сейчас длинные темно на улице становится вот четыре часа и уже темно на улице вот чё хочешь то и делай четыре часа темно сегодня моника хоть солнышко на улице погрела сосульки начали капать кстати в нижегородской области у некоторых нету такого снега даже мне писала девушка в телеграм что это где-то в нижегородской области столько снега выпало а я говорю но вот таком таком-то районе а вы где живете она говорит я в арзамасе я говорю ну ничего не могу сказать вот что что вы видите то и у нас сейчас по погоде еще мне хочется посадить лук на зелень напомню что я сивок купила через озон и мне пришло больше лук чем я вообще рассчитывала сивка мне его много даже весной его это много будет я его посадила под зиму и мне хочется вот что сделать его посадить на зеленочку также на подоконнике вот у меня сейчас будет пшеница курочкам там расти и лучочек ну а чего я в принципе думаю ничего такого плохого нету кстати что самый интересный сейчас снег выпал но я сегодня жалко что я не жалко что я не засняла эти кадры и там петрушка она еще не замерзла она стоит снегу и ей ничего нету как у хорошего из самых самых дешевых семян я даже не помню богатырь по моему что ли петрушка называлась не помню самый самый дешевый стоит под снегом вот так снег потряси и она будет вполне себе съедобная даже я очень удивилась хоть у меня и петрушка есть насушенная в электросушилке я сушила и петрушку у меня есть еще в морозилке замороженная но тут прямо с грядки это мне очень так скажем понравилось захотел пошел с собакой захотел петрушки сорвал пришел домой вообще 0 на прогулке да чет у нас сегодня немножечко похолодало но я думаю что ненадолго потому что я там смотрела опять будет плюс 5 минус 5 минус 3 где-то около 0 минус 1 то есть такая вот температура хорошая да и очень кстати рад радует глаз вот эта вот погода которая за окном снежная просто вот эта осень она почему-то такая серая мрачная грязная а вот это за окном прямо уж прямо расцвело настроение прямо расцвело поделитесь комментариях какая у вас сейчас на данный момент погода сколько у вас сейчас градусов ну а на сегодня я с вами попрощаюсь спасибо большое что вы были со мной я не пропаду надолго пока пока и до новых встреч